Большую часть этого урока я посвятил RGB. На самом деле это не совсем так. Все, что касается гамма-коррекции цветовых пространств, это все в равной степени относится и к другим моделям. Поэтому дальше будет быстрее. Итак, мы уже смотрели на единичный куб, в основании которого находится черный и на противоположном конце главной диагонали белый. Смотрели и вдоль главной диагонали. Видели почти цветовой круг. Теперь возьмем этот же куб и перевернем его таким образом, чтобы в основании системы отчета был белый, а в конце главной диагонали черный. Основными цветами теперь станут голубой, пурпурный и желтый. Подпишем их, как обычно, английскими именами. Циан, Маджента, Йеллоу. Вот тут мы получили модель ЦМИ. В основании отчета белый лист, а в максимуме всех компонентов черное пятно. Попарно компоненты этой цветовой модели дают основные цвета RGB. Как уже говорилось раньше, модель ЦМИ не очень практична, а применительна к реалиям жизни. Печать цветными красками далеко не всегда нужна. А это еще и дорого и сложно в приводке. Черный на бумаге собрать из трех цветных красок не выходит и получается грязно-бурый. Поэтому используется четвертая краска, черная. Это дешево и удобно. Для описания цвета в модели ЦМИ используется процентная шкала. Это удобно, потому что при печати можно посчитать расход краски. Например, есть устоявшиеся значения. Текстовая страница обычно считается заполненной черной краской на 5%. Таким образом можно рассчитать расход краски на печать тиража книги. Вопрос на сообразительность. А как, имея под рукой, скажем, Photoshop или другой графический редактор, быстро узнать процент заполнения красками в произвольном графическом файле? Ответ будет в конце курса. Пока подумайте. Это была вполне реальная задача, с которой мучились менеджеры в типографии, где я когда-то работал. Решение-то очень простое. На этом можно было бы ограничиться, но, как обычно, есть несколько вопросов, которые уместно рассмотреть в этой же теме. Давайте еще раз посмотрим на цветовой охват ЦМИК. Вот он в сравнении с популярными пространствами РЖБ. Выходит, что ЦМИК это самое малоемкое пространство. Для приличных офсетных машин оно побольше, для бытовых дешевых принтеров поменьше. В любом случае цветопередача получается очень ограниченной. Наше сознание компенсирует потери, когда мы смотрим на цветные картинки, но объективно монитор краша. Фотоспособом можно получить цвета побогаче, но тоже не беспредельно. Здесь выходит из положения еще введением так называемых плашечных цветов. Это заранее подготовленные цвета, которые получаются не смешением основных, а заправляются отдельно. Как правило, они не смешиваются с триадными, а печатаются как есть. Там, где нужно закрасить какую-нибудь плашку или напечатать текст именно таким цветом. Поэтому их и называют плашечными. В создании таких красок и их каталогов особенно преуспела фирма Pantone, поэтому ее имя стало практически нарицательным. По крайней мере в России. Это как джип или ксерокс. Иностранцам бывает сложно объяснить, почему русские показывают, скажем, на гиперовальный аппарат Canon и называют его ксероксом. Или показывают, например, на вот эту Toyota, а называют этот внедорожник джипом. Вот так же и с понтонами. Это и не плавающие мосты, это такие краски и каталоги к ним, причем не всегда фирма Pantone. Обычно каталоги выполняются в форме веера и содержат пары триадных и плашечных цветов. По этим парам видно, насколько отличаются смешанные цвета от цветов из банки. Другое применение этих вееров – это подбор цвета с заказчиком. Если вам доведется работать с придирчивым к цвету заказчиком, то такой каталог вам будет очень полезен. Дело в том, что тыкать пальцем в монитор и говорить «будет напечатано так» – это дело беспроспективное. Цвет на экране и цвет на печати – это совсем не одно и то же. И даже более того, цвет на экране днем и ночью, даже вечером и утром, если вы не замуровали окна, сильно отличается. Пока вы пишете текст в арте, все это глупости, но стоит добраться до работы с графикой, и все мелочи становятся уже не мелочами. Так вот, вы можете при работе с заказчиком уточнить, какой цвет нужен в том или ином месте, давая этот веер. Уточните, что печатать будете обычным полиграфическим процессом. Пусть смотрят в колонку с ЦМИК. А у себя в редакторе будете заливать цвета соответствующим понтоном. И теперь, если ему что-то не понравится в цвете, то вы сможете приложить веер к отпечатку. Должно быть так же. А если не так же, тогда отнесите это печатникам, пусть они оправдываются и настраивают машину. А ваше дело как дизайнера будет сделано правильно. Итак, мы пришли к вопросу цветопередачи в ЦМИК. Что там все непросто, это видно из карты цветовых пространств. Как жить с такими ограничениями? Ну вот один лайфхак я вам уже рассказал. Какие еще есть особенности? Первая очевидная мысль это выделить сложные цвета и стараться с ними не связываться. Например, когда я заливал в макете плашку красным или, не дай бог, зеленым цветом, то получал в лучшем случае выразительный взгляд от печатников, которым предстояло бороться за этот цвет. Здесь есть два обстоятельства. Первое это положение основных цветов противоположной модели, то есть РЖБ на цветовом круге. Это конечно не научное объяснение, правильно было бы показывать на карте цветовых пространств, но зато наглядное. Какие цвета пересекаются, а какие выходят за границы цветовых моделей? Вот РЖБ, а вот СМИ, а вот они пересекаются, а вот эти цвета соответственно являются опасными. Основные цвета одной модели сложнее всего передаются в другой. Второе обстоятельство это так называемый инклимит, и вообще использование крайних значений в заливке. Цветовая модель позволяет использовать и нулевые значения, и 100%, но на практике печатать меньше 10% будет незаметно. А если печатать под 100%, то на канал, то это приведет к неприятным последствиям вроде обсыпающегося тонера или взбухающей долгосохнущей бумаги. В профессиональных редакторах в настройках можно указать так называемый инклимит. Это максимальный суммарный процент краски, который обычно составляет 280%, то есть в среднем по 70% на каждый канал, но распределение может быть другим, например 100, 100 и 80. В данном случае ограничивается максимум, чтобы не превращать бумагу в болото при печати водными красками. С минимальными значениями тоже может получиться плохо. Попробуйте напечатать какой-нибудь квадратик на лазерном принтере с заливкой от 1 до 15% с небольшим шагом. Разные принтеры имеют разный минимальный порог, но обычно стараются меньше 10% не заливать, чтобы не вызывать недоумения у техники и печатников. Итог. Осторожнее с околонулевыми и околомаксимальными значениями вообще, и особенно когда льете слишком много краски. Еще одна вечная проблема это перевод из RGB в CMYK и обратно. Вообще есть формула перевода между цветовыми моделями. Просто между одними перевод проходит без потерь или практически без потерь, то есть изменения вносятся только на уровне округления дробных значений до целого. А есть вот такие случаи, когда без потерь ну никак. Действительно, возьмите RGB и какую-нибудь фотографию, которая бы раскрывала основные цвета этой модели. И теперь переведите ее в CMYK. Вот вам и синее небо, и зеленые растения, все эти яркие цвета потухли. Там же окажется, кстати, и красный закат. А все потому, что их приходится собирать из соседних по цветовому кругу. То есть до крайних значений просто не дотянуться. Пусть эта картинка вам запомнится. Суть она как раз передает хорошо. Можно и на цветовых пространствах показать, но там корректнее, но не так хорошо видно. Дальше мы будем говорить про лапы. Я уже говорил, что эта модель любопытная. Так вот, ее используют и для того, чтобы скрасить переход от RGB к CMYK и обратно. При переходе через лап можно аккуратно прижать крайние цвета, чтобы исключить хотя бы те потери, которых можно избежать. Но крайних цветов RGB как нельзя было достичь, так и не достигнем. Они не воспроизводятся, CMYK и все тут. На этом хватит про CMYK. Про это можно говорить долго. Очевидно, эта модель аппаратно-зависимая. Чтобы закончить с аттрактивным синтезом, вспомним про цвета, которыми работали художники. На самом деле здесь много общего с CMYK. Тоже за основу взят белый лист. Нанесение любой из трех основных красок вычитает яркость отражения света от листа. И только краски другие, они при этом смешиваются, а не растрируются. Поскольку в технических системах такая модель не используется, то оставим художникам мешать краски на палитре и перейдем к другим цветовым моделям, а эту запишем в аппаратно-независимые. Продолжение следует...